Всем привет! Ну что же, с вами опять я и опять мои реакции. Кому-то не нравится, кому-то нет, но какая-то разница, если я люблю это делать. Вот. Поэтому меня давно просили, очень давно, я все никак не могла добраться, точнее я уже как-то один раз пыталась, у меня заглючила камера и, короче, дофига отговоры, как обычно. Вот. Это барабабабам, барабанная дробь, что вы думаете? Было бы круто, если бы это сейчас была прямая трансляция, и вы такие сразу мне бы ответили. Но нет. Это на антивоин документарий, часть первая, с русскими субтитрами, как обычно, я смотрю, вы со мной, все. Охота делать вот так, чтобы перелистывалась страничка, но я так делать пока не умею, надеюсь, научусь. Поэтому поехали, раз, два, три, нет, еще не раз, раз, два, раз, два, три, все. О, он куда-то бежит. Час интертеймент. Час свежуал. Они каждый раз это, кстати, говорят, перед тем, как выступить, видимо, да? Я слышу голоса. Найн, тей, вон, голоса слышу. Прикольно. Найн, тей, вон. Найн. Бала. Эйзи. Дурт-4. И получается, мои братья, они ставили музыку, огромный магнитофон. И там заиграл именно этот. Первый раз, когда я его услышал, это было в огороде, я когда работал, мы копали картошку, кажется. Такой прикольный. Прикиньте, даже я эти времена помню, у меня, наверное, Алла Пугачева. У меня было, наверное, вот лет, года два, наверное, только вот. У меня даже фотографии с магнитофона, может, ставлю куда-нибудь сюда. Прикольно. Тоже был музыкантом, бас-гитаром. По крайней мере, так он говорил. Дамбра. Баян, я под него пела. Да. 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 У нас тоже на всех татарских праздниках отжигают. Просто вот это видеть надо. Ого. Офигеть. Эйзи. Ой. Да, Эйзи, правильно. Им уйдут эти серёжки. Серьезно. Написал про любовь. Балалалар. Дети. Дети. Балалар. Да. Блин, это он нам достал. Так прикольно. Блин, такие маленькие ещё. Даже не звёзды. Просто хобби, понимаете? Превратились в таких звёзд. Ой, такой хороший. Хи-хи-хи. Хи-хи. Первый мне познакомился с Эйзи на Кейту Пайдлс. Ну да. Мы видим Астар Андер. Ян, и Нижун, да, Джигин. Азамат Адамов, Таларву. Тогда мы ещё, кстати, не общались. Митка, нам сейчас козу придётся. После того, как мы стали стажёрами. И жили в одном доме. Начали жить в одном доме. Мой ребёнок сам по себе разговаривает. Братишка. Было много разговоров. А ты... А ты... А тыраусский. Ха-ха-ха. Я даже не знала. Я даже не знала, что у него... У нас сказано с другого места, что у него диалек другой. Ха-ха-ха. Так, вот, он не открылся Батару, то есть Алему, вообще, в начале. Они даже не здоровались. Точнее, он не здоровался с Батаром. И мне это всё прикалывало. Как бы, Батар ещё, когда пришёл, он был такой пухлый. А то есть, теперь какие друзья, да, представляете, вот эта дружба у них может остаться на всю оставшуюся жизнь. Они вот... Ирболат. Продюсер. У нас Ага тоже так называют. Кейтоп айдол. Мечта, упорство, талант. У него были такие усы маленькие. Знаешь, когда... Ну, ты ещё не начинаешь бриться, получается. У тебя есть усы такие, которые даже брить не надо. Но они были чёрные. Они уже были чёрные. И у него ещё... Ой, я чуть-чуть уже не плачу. Да, вот это тузико. Он как бы ещё постоянно ходил, как бы ступилился и перекол. Постоянно носил перекол. Хе-хе-хе. Да. Вот отсюда. Наверх пупка. Такой голос красивый. Та-дам. Мы ещё не были друг, мы были просто четыре пацана, которые просто соединили. И тут пришёл эйс. Такой этот. Представляете, сколько это было до дебюта у них, да? Месяц в решении принимал, да? Не сразу. Эйс сначала появился, потом исчезал, потом обратно появился. Я так понимаю, то, что... Бала не так хорошо русский знает, да? Потому что всегда она... В казахском разговаривает. Настоящий друг. Всегда боюсь то, что уже закончилось. Чёрный экран меня напрягает. А, я была права, что ли? Нифига себе. Чё-то я так думаю, опять чёрный экран, опять чё-то будет, и нет. Ну, блин, что я могу сказать? Это вот... Надо было назвать просто откровение на IT1, по-другому я не знаю. Потому что они рассказали всё, какими они были, что они чувствовали, когда только начинали репетировать. Это на самом деле очень круто, мне прям нравится. Ну, что ещё? Я даже как бы не знаю. Их слова просто, они до глубины души серьёзные. Берут я там, что ли, уже на одном месте, честно, не прослезилась. Очень круто, парни молодцы, как бы, да, они вот столько времени ещё до дебюта, они, получается, потратили на тренировки. Они же не взяли, у нас не с первого раза взяли и вышли. Хейтеры говорят, ну, праздно, много про них, много про них говорят всяких пакостей насчёт того, что вот они носят такие причёски, они делают там пирсинг себе, делают серьги и бла-бла-бла. Но суть-то в том, что у нас 21 век, у нас меняется мир, посмотри на любого человека на улице, как бы, да, все пацаны ходят так. Если ты оденешь, допустим, грубо говоря, даже треники или национальный костюм, тебя чуть ли не сочтут за сумасшедшего. Поэтому я поддерживаю это направление, хотя я вот точно не уверена, но, может быть, даже, да, вот, если честно, как бы, для меня их, что и, как они говорятся-то, гомосексуалисты, да, вот, ну, по сути, геи и лесбиянки, для меня это тоже люди, просто у них своё мировоззрение на мир, свои внутренние какие-то способности такие, поэтому почему бы, как бы, и нет. Но ребята, конечно, на самом деле, они сделали прорыв просто в казахской индустрии, за это их многие просто ненавидят, и, скорее всего, как по мне, как мне кажется, что их ненавидят не больше за то, что за стиль какой-то или ещё что-то, а просто за то, что они популярнее, чем другие, блин, я не знаю, как назвать. Потому что выпускаются новые группы или старые группы, про них забываются, потому что есть какие-то там 90-1 и какие-то есть мальчики в серёжках, и поэтому многое в старое поколение начинает, как бы, беситься, я только так это могу объяснить. Потому что даже на нашей индустрии, как бы, да, в нашей российской, насколько я знаю, выходят новые группы, они выходят под управлением тоже так же, как вот здесь Юрбалат 90-1 вывел. Так же многие группы выходят под управлением каких-то звёзд российских. Я бы никогда не слышала то, чтобы какие-то были там такие прям хейтеры, которые ненавидят. Есть такие люди, но чтобы прямо вот так вот среди звёзд и звёзды ненавидели, такого как бы нету. Может быть, есть такие пару звёзд, но чтобы прям сильно и так вот гнобить, извините, да, как бы такого нету. Я не знаю, но я понимаю, что у Казахстана своя культура, свои истории, свой менталитет. Это у каждой страны так, поверьте мне, знайте это. Потому что сравнивать с Южной Кореей или с Турцией, даже сравнивать нечего. У всех свои традиции, у всех свои обычаи. Даже у нас в Башкирии, как бы, что-то там может быть не так. Поэтому, ребят, серьёзно, вы больно не заморачивайтесь, да, кто там хейтерит. Хейтеры, пожалуйста, перестаньте. Хотя, сколько бы я ни говорила, хейтерам бесполезно что-то объяснять. Поэтому это на самом деле, как мне один подписчик написал, диванные герои, я с этим полностью согласна. Можете не поддерживать меня, можете ставить дизлайки и говорить, какая я отвратительная. Но это на самом деле так. Успокойтесь уже, хватит так делать. Эти мальчики, они своим потом, кровью, блин, заработали себе это, свою популярность. Вы думаете, так легко становиться звездой, что ли, я понять не могу? Они же не сначала, они там не месяц же, как бы не через день выходят на сцену. Они года тратят, чтобы просто стать кем-то, чтобы хотя бы петь, научиться, там, не знаю, танцевать, рэп читать. Это очень сложно. Поэтому, пожалуйста, я вас просто умоляю, поймите их, и хватит уже просто хейтерить, я не знаю. Ну, блин, я не знаю, что ещё сказать, но серьёзно, ну, просто хватит так делать. А мы все фанаты, Иглс и остальные люди, которые слушают, любят Тантьевань, давайте их поддержим. Будем держать кулачки, чтобы у них всё на самом деле в будущем получилось. Побольше им, конечно, песен, релизов и так далее. Я, как бы, вроде всё сказала, я прям, честно, бомбит опять. Вот. Поэтому я буду лучше заканчивать, чтобы больше не бомбила. Постараюсь успокоиться. Я вас всех серьёзно, очень сильно люблю. Пожалуйста, оставляйте комментарии, буду очень рада. Пишите ваши реакции, всё просмотрится, всё в скором времени будет готово. Всех вас очень люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok